Всем привет, здравствуйте, с вами Лера, добро пожаловать на канал, и сегодня мы с вами будем проверять проверочную работу по математике, наконец-таки мы добрались и до математики. Кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень важно. И также хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать своего любимого блогера, нажав на кнопку спонсировать, начиная всего от 49 рублей, а мы с вами начинаем, поехали! Проверочная работа номер 2, вариант 1, здесь у нас всего 4 задания, да, уже видим у нас углы пройдены, да, очень интересно будет посмотреть, как дети запомнили это. Первое задание, запиши сумма каких двух однозначных чисел равна 11 и 14, и вот у нас дано 2 столбика. В первом столбике, значит, у нас сумма 11, во втором столбике сумма 14. Сумма – это сложение, мы здесь видим, да, еще раз повторим. Итак, 2 плюс 9 – это 11, верно. 3 плюс 8 – это 11, правильно. 4 плюс 7 – это 11, верно. 5 плюс 6 – это 11, правильно. Сумму здесь, в принципе, слагаемые, да, он указал правильно, чтобы получилась сумма 11. С первым столбиком он справился. Идем во второй столбик. 5 плюс 9 равно 14, верно. 6 плюс 8 равно 14, тоже верно. 7 плюс 7 равно 14, тоже правильно. Поэтому за это задание ребенок получает плюс, он с ним справился. Идем ко второму заданию. Выполни вычисление. Здесь нам нужно посчитать столбиком. 28 плюс 46. 8 плюс 6 равно 14. 2 плюс 4 – это 6, да еще 1 – это 7. 74, верно. 34 плюс 58 равно 92. 8 плюс 4 – это будет 12. Да, 2 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 5 – это 8. И 8 плюс 1 равно 9, правильно, 92. 39 плюс 21 равно 60. А 1 плюс 9 равно 10, 0 пишем, 1 запоминаем. Да, 3 плюс 2 – это 5, да еще 1 – это 6. 60. Тоже решено верно. 52 плюс 48 равно 100. 2 плюс 8 – это 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 4 – это 9, да еще 1 – это 10. Итого будет 100. Правильно. Ребенок с этим заданием справился. За это он получает плюс. Третье задание. Много написано. Надеюсь, что все верно. Используя модель прямого угла, найди прямые, острые и тупые углы. Обведи номера, тут ребенок сам себе пометил, прямых углов кружком красного цвета, острого угла с синим кружком, а тупого кружком зеленого цвета. Давайте посмотрим. Значит, прямые углы – это у нас 1 и 3, правильно. Острые углы – это у нас 2, правильно. И тупой – это у нас 4, правильно. С этим заданием ребенок тоже справился. За это он получает плюс. Очень хорошо. Меня все радует. Мне нравится. Четвертое. Используя в каждом столбике данное равенство, запиши значение двух других выражений. Итак, 57 плюс 24 – это у нас будет 81. Дальше смотрим. 57 плюс 26. 6 плюс 7 – это у нас 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 2 – это у нас 7. Да еще 1 – 8. Будет 83, верно. 57 плюс 28. 7 плюс 8 равно 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 2 будет 7. Да еще 1 – 8. 85. Решено, верно. Второй столбик. 49 плюс 16 равно 65. Проверяем. 9 плюс 6 равно 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 1 будет 5. Да еще 1 – 6. 65. Верно. 48 плюс 15 у нас 63. Здесь все верно. Да, решено уже. И 47 плюс 14. Считаем. 7 плюс 4 будет 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 1 будет 5. Да еще 1 – 6. 61. Это задание ребенок тоже решил верно. Итого, за данную работу сразу видим, да, у нас ни одной ошибки. Это пятерка. Можно прям сразу смело поставить, не считая. За первую работу ребенок получает твердую пятерку. Там не было ни одной ошибки. Я очень сильно переживала за углы, да, но, видимо, как всегда, я вытащила очень удачную тетрадь. И мне досталась изумительная идеальная работа. Начинаю от вычисления, заканчивая углами. Хотя, опять-таки же, повторюсь, за углы я переживала больше всего. Это безговорочная пятерка. Здесь даже рассуждать не о чем. Поэтому здесь все хорошо. Проверочная работа номер 2. Вариант уже второй. Здесь точно такие же задания, да, только с другими числами. Запиши, сумма каких двух однозначных чисел равна. Также сумму ищим 12 и 13. 3 плюс 9 – это 12. 4 плюс 8 – это 12. 5 плюс 7 – это 12. 6 плюс 6 – это 12. Здесь решено все правильно. То есть ребенок верно вставил числа. Второй столбик. 4 плюс 9 – это 13. 5 плюс 8 – это 13. И 6 плюс 7 – это тоже 13. За это задание ребенок получает плюс, так как решил его верно. Давайте сбоку буду ставить у второго варианта, чтобы рукой не тянуться через весь экран, да, чтобы было поудобнее. Второе задание. Выполни вычисление. Здесь опять же нужно просто посчитать в столбик. 74 плюс 19 равно 93. Считаем. 4 плюс 9 – это 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 1 – это 8. Да еще 1 – это 9. 93. Верно. 49 плюс 21. 9 плюс 1 будет 10. Пишем 0. 1 запоминаем. 4 плюс 2 – это 6. И 6 плюс 1 – это 7. 70. Решено верно. 82 плюс 18. 2 плюс 8 – это 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 8 плюс 1 – это 9. Да еще 1 – 10. Получится 100. Правильно. 66 плюс 25 равно 91. Смотрим. 6 плюс 5 – это 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 6 плюс 2 – это 8. Да, 8 и 1 – это 9. 91. Можем сделать вывод, что все примеры в столбик ребенок решил верно. Это меня очень радует. Да? За это мы можем поставить плюс. То есть, уже два задания верно сделано. Хорошо. Третье. Используя модель прямого угла, найди прямые, острые и тупые углы. Обведи номера прямых углов кружком красного цвета, острого. Так, красного цвета – это прямые углы. Острый угол – это синий кружок, а тупой – это зеленый. Да? В принципе, точно так же, как и в первом варианте. Смотрим. Значит, у нас прямой угол должен быть первый и четвертый. Я смотрю, что здесь ребенок немножечко перепутал. Да? Вот это у нас должно быть красным. Мы здесь пометим. Красным. Да? Дальше. Острый угол у нас должен быть синим под цифрой 3. Здесь верно он указал. И тупой – это зеленый. Да? А здесь второй, то есть, да, зеленым. Здесь нужно зеленым. Да? Итого мы можем сделать вывод, что из четырех, то есть, вариантов, да, ребенок выбрал верно, только лишь два. В двух – ошибка. То есть, за это задание мы ставим ему плюс-минус, потому что выполнил не до конца верно. Четвертое. Используя в каждом столбике данное равенство, запиши значение двух других выражений. 39 плюс 16. 39 плюс 16. 9 плюс 6 будет 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 1 – 4, да еще 1 – 5. Итого 55. 35 плюс 16 равно 51. Опять 35 плюс 16. 5 плюс 6 – это 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 1 – 4. И 4 плюс 1 – 5. Будет 51. 1 здесь верно. Дальше. 48 плюс 26. 6 плюс 8 – это 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 2 – это у нас будет 6. Да еще 1 – 7. 74. Правильно. 49 плюс 27. 9 плюс 7 у нас 16. 6 пишу, 1 запоминаю. 4 плюс 2 – это 6. Да еще 1 – 7. 76. В этом задании ребенок тоже справился. Здесь у нас плюс-минус. Да, давайте посмотрим, посчитаем все, какая же оценка получится здесь. Ну, как говорится, переживала за углы – получай. У ребенка во втором варианте, да, была лишь одна единственная ошибка, и то за задание он получил плюс-минус, там, где он перепутал острый прямой угол, да. Во всем остальном он справился хорошо, то есть в вычислениях у него не было никаких ошибок. Есть вот этот тут маленький пробел, да, где он не сделал, с этим мы тоже поработаем, но лучше плюс-минус, чем совсем минус. Это 4. Это неплохо, но есть к чему стремиться. На этом мы с вами заканчиваем. Кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь – это очень-очень важно. А с вами была Лера, увидимся совсем скоро, всем до новых встреч, пока-пока!